Мы предлагаем обсудить, насколько нужно школьное математическое образование современной России. Мы знаем, что это школьное математическое образование находится в крайне тяжелом положении. Но обычно говорят, что его надо каким-то образом исправлять. И вот предлагаю поговорить на то, нужно ли его реально исправлять, или, может, такое положение делать с математикой является нормальным. Тем более, что подобное тяжелое положение делать с математикой давно распространено в многих европейских странах и достаточно высокоразвитых. Например, в Великобритании или во Франции. Кто такие современные детишки? Какие для них задачки являются сложными? Например, я уже обратил внимание, что современный средний ребенок вообще не знает, что такое синус-косинус. Он предполагает, что синус х в квадрате это то же самое, что синус х в квадрате. Это одно и то же. Ну вот, еще вам пример такой, из того, что я знаю. Е в шестой минус Е в четвертой. Он считает, что это Е в квадрате. Это нормально. Это еще очень продвинутый ребенок с ЕГЭ 61 балл. Я могу представить себе, что происходит дальше. Ну, например, пытаются найти задачку, я читал такое. Значит, у тебя число 10, найди к нему обратное. Ну, 0,1. Все рукоплескают. 0,1 очень похоже на 0,10. Тогда спрашивается, а к числу 53? Ответ, вы не поверите. Минус 35. Собрали большое количество кандидатов экономических наук и решили в одной фирме задать им простой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот на складе были у нас ягоды, влажность у них была 99%. Потом ягоды немножко подсохли, у них влажность стала 98%. Ну, тут, например, было 100 килограмм. 100 килограмм. Сколько ягод осталось на складе? Ответ. Значит, на эту задачку не смогло решить, по-моему, там, то ли 95, то ли 96% опрошенных. Очень многие из них были, носили кандидатские степени экономических наук. Ну, достаточно много, правда, сказалось, что 50 килограмм. Их спрашивают, почему? Ведь это же не процент. А у нас, говорит, в экономике, так устроено, что если что-то высохло, то будет какая-то недосдача, то у нас сразу же будут штрафы. Самое смешное, что эта сумма 50 килограмм, она оказывается верной. Вот. Такова, значит, наша ситуация со школы, которая у нас будет. Вот. Так, да. Теперь, значит, поехали. Ну, еще из таких примеров. Ну, берется правильная треугольная пирамида, да? Правильная треугольная пирамида. Все у нее ребра и сторону увеличиваются в два раза. Во сколько раз увеличивается... А, вот ее площадь боковой поверхности, скажем, равно 8. Во сколько раз увеличивается ее площадь боковой поверхности? Для подавляющего большинства современных школьников такая задача является нерешаемой. В то время, как понятно, оно увеличило в два раза. Площадь это L в квадрате, то есть, понятно, что 16, да? Но вот это, для них эта вещь недоступна. Обращал внимание недавно, еще задача такая. Есть шар, объем его увеличился 8 раз. Во сколько раз увеличился диаметр шара? человек думает 25 минут, потом ответить не может, хотя любому понятно, что два. За это нужно на несколько секунд. И везде качество чрезвычайно ужасающее, везде. То есть, детишки, на самом деле, есть так называемые баллы ИГ, не фальшивые, они 50 баллов примерно составляют, это то, чем самые лучшие школы хвалятся, гордятся совершенно образом. Но оказывается, что все вот эти школы, 150 баллов, это настолько такой мизер, который может достигнуть просто ребенок более-менее успевающий 5-6 класса. Больше ему не надо. Ну, там классические задачи, она такая, что поезд уезжает в Москва-Петербург, уезжает без 10 минут полуночи с этого спирона. В пути он идет 8 часов 10 минут. В какое время он прибудет на вокзал в Москве? Без 10 минут уехал, 8 часов 10 минут, вчера во сколько он приедет? Ну, согласитесь, что 8 часов, да, очень просто это сравнить. Это так называемая первая задачка. В этом году в ИГ добавили еще одну логичную задачку, такую одну, поэтому будут рапортовать, что у нас успеваемость в математике увеличилась, но никакой успеваемости реально она не выросла совсем. Особенно плохо дела обстоят с геометрией, то есть геометрическое знание как таковое у современных школьников полностью отсутствует. Вы будете смеяться, что в первой задачке по нынешним временам будет 15 задачек из серии B и 6 задачек из серии C, которые посложнее. Что значит B, C? Там есть двух частей. Простых задачек серии B, где надо просто написать в клеточку правильный ответ. И серия C, где надо развернуто обосновать, что у тебя будет. Там, как правило, несколько ответов, несколько вопросов в каждом из них. Попо в ней оказывается, что самая сложная задачка для детишек это 4C, которая связана с геометрией. Ее почти никто не решает. То есть тем, решая задачку на цифры решить, или задачку с параметром решить, которая была 5-я и 6-я, чем решить вот эту 4C. Вот. То есть геометрия умерла как класс в большом счете. Спрашивают, всегда ли была такая ситуация. Ответ нет. Когда лучше всего знали физику, математику? А с физикой вообще ситуация полностью мертвая, потому что физика, нету ИГ по ней, и народ готовится исключительно к ИГ к профильным экзаменам. А все остальное он 9-й, 10-й, 11-й класс просто-напросто забивает. Поэтому представление о физике как науке, оно отсутствует у современного выпускника российской школы практически полностью. Непопулярно жутко. Могу сказать, что позапрошлым году выпускников 45-го интерната, ныне академической гимназии, математической школы при университете, интернат, которая должна была готовить детишек, ни один из них не пошел на физфак. Там, притом, выпуск достаточно большой, порядка 150 человек. То есть пошли на МатМех, на ПМПУ, но на физфак не пошли. Кто-то захотел стать летчиком, кто-то дизайнером женского платья или что-то там еще. Пошли, правда, в МФТИ несколько человек. И физика им оказалась абсолютным образом не нужна. Это очень смешно и прискорбно, но с физикой ситуация у нас обстоит еще хуже, чем с математикой. Когда у нас наилучшие результаты показывала Россия. Ну, какие есть версии? По математике. Ну, советские, Ренина. Ну, понятно, советские, но какие годы? 60-е. Нет. 50-е. Может быть, кстати, послереволюционные. Нет. Самые высокие показали в 1946-1947 год. После войны, что ли? И во время войны, да. А что же были в войне? Потому что убедились на практике, что оказалось знание математического аппарата оказалось немножко непригодно с целью войны. Решили его резко увеличить. Было специальное постановление сделано, в нем ввели, ну, разумеется, тогда активно оставляли на второй год детей. Ввели экзамены после 4-го, 5-го, 6-го классов по математике. Ну, и часов было много. Я напомню, что в те времена была отдельная дисциплина логика и отдельная дисциплина тригонометрия. Часов реально было очень много. Сейчас, под видом освобождения школьников, научилась высаживание, значит, отсиживание просто на уроках без кругового понимания. Я специально смотрел задачи по математике благодаря сакрально известному учителю математики навантюриста представленного под именем Микруха, под ником. Ну, судя по всему, это уже очень немолодой человек, потому что он вспоминал свои олимпиадные работы 65-го года. Да, то есть, даже я тоже не мальчик, но я еще тогда и не родился даже близко. Вот, такова она, значит, ситуация. Проблема еще состоит не в том, что дело обстоит так плохо, еще проблема состоит, что современные школьные учителя математики знают математику на таком же уровне, как и ученики. Я думаю, если большинство петербургских учителей протестировать вот на эту задачу синус квадрат и синус х, 100% 10, будут думать, что это одно и то же. Ну, вот я почти убежден. Делали такое в Саранске, по-моему, да, в Саранске приходили лучшие учителя, которые хотели протестироваться. И они решали только часть Б. Они получили такие же в среднем результаты, как и их ученики. То есть, они ничем их не лучше. То есть, математику современные школьные учителя учителями. Может быть, потому и, как это сказать, потому и был, по-моему, бум возмущения о том, что учителя не могут сами решить ЕГЭ и тогда вот там не могут. Готовка к ЕГЭ там какая-то была, что ЕГЭ настолько сложная, что даже учителя не могут в нем разобраться. Я вам задачку с этим подвел. Там часть, первая часть, которая дает право на аттестат, ну, там вот, она вот такая очень простая. Там набрать надо очень баллов на задачках, типа вот с этим с поездом. Ну, вот какого-то вот такого уровня. Ну, там или берется какая-то там таблица, для примера, берется это, график средней температуры по месяцам, да, их там 12 месяцев, сказать количество месяцев, когда температура была выше, скажем, средней 10 градусов. то есть надо просто взять, посчитать вот их 5-6 штук и писать вот это, сколько там, получилось там 7 месяцев и 7 месяцев этих писать. И это вот первые 4-5 задачек. И вот эти первые 3-4 задачки в большинстве достаточно решить для того, чтобы получить выпускную эту штуку. Опыт показывает, что большинство пишет на двойки. Потом, в последние годы продолжается дальнейшее распадение. И значит, хочется сказать, что задачки я эти решал, которые решали в 5-6 классе. Я их видел благодаря Миклухе. И хочется отметить, что задачки гораздо-гораздо-гораздо сложнее с задачек для современных школьников. Они даже гораздо-гораздо сложнее тех задачек, на которых учились мы. После этого уже с Крущевских времен идет постепенное снижение качества образования. В общем-то, это не только на Западе. Да, и это на Западе тоже. Мы этот вопрос тоже обсудим. Вот. Такова ситуация. Какие есть мнения по этому поводу? Ну, первое мнение, оно состоит в том, что надо с этим делом бороться и детишек надо образовывать. Да, я хочу сказать, что это не везде так, потому что моего племянника, который поступил в ЛТИ на информационные технологии, у них один мальчик всего с этого, с бюджетного, они с этого сплатного перевели, с коммерческого перевели на бюджетный. И это оказался не гражданин России, это оказался азиападжанец изначально, который плохо говорит по русскому языку, плохо говорит русским языком, точнее. плохо, он его не знает, ну, какие-то слова понимает, но общение с ним говорит, оно чрезвычайзи трудно. Тем не менее, он оказалось, что знает из 30 человек, но большую часть поочисляли, конечно, математику и физику гораздо лучше, но подавляюще, значительно лучше, чем выпускники российских школ. Может быть, это был какой-то уникум, но я вполне предполагаю, что в Азербайджане такой деградации не произошло. В определенных местах не произошло такой деградации школьной математики, как в России. То есть у них не лучшие были школы, но они, по крайней мере, то есть сохранились. Да, быть может, быть может. Ну, вот как-то вот так. То есть они уже не говорят по-русски, но математика у них сохранилась. Вот. Это вот эта ситуация. Значит, первое, то, что хочется заметить, это следует ли надо повышать уровень образования. Ну, надо провести модернизацию школьных учителей, как это делать, совершенно непонятно, как людей, знающих математику, физику, какую-то еще штуку, закрывать эту школу и как вот этот мусор, который там у нас называется по ошибке учителями, туда привезти. Как? Вывести, точнее, его оттуда. Или как их доучить, или чего-либо еще сделать. Знаешь, в том числе и зарплаты провести. Люди не платят, то и лучшие люди и кадры уходят. Да, или от зарплаты это как-то зависит. Вторая ситуация говорит, что в этом нет ничего страшного, что на Западе так, что школа, это, как я говорил, тюрьма, это передержка. Ты сидишь и передерживаешь детей, чтобы они не ходили на улице, не связывались с чужой компанией. Они приобретают опыт социализации, и можно считать, что мы переходим от школы знаний к школе компетенции. А школа компетенции, она какова? Это человек должен уметь много вещей. Он должен уметь свободно обращаться с компьютером, он должен уметь пользоваться банкоматом, получается, с карточки деньги, да? Он должен знать английский язык и быть коммуникаемым, и хорошо общаться с верстниками. Эти важные компетенции гарантируют любому нормальному человеку успех в жизни его повседневной. Ну, математику в элементарном виде, значит. Ну, он считается, что не надо знать. Ну, так хотя бы проценты посчитать он должен уметь. А, ну, он ведь пользуется компьютером, компьютер все посчитает. Зашел в компьютер, взял калькулятор и все посчитал. Да. И не надо знать математику. То есть они, вот как во Франции, я читал воспоминания Арнольда, когда он во Франции преподавал, вот это вот такая вот эта вещь. Потому что что-то было такое, какая-то, такая была вещь какая-то удивительная совершенно. Ну, и так далее. И, например, третья позиция, наиболее радикальная, которую я занимаю, что школьное образование математики должно быть достаточно высоким, но оно нужно для чего? Для того, чтобы выявлять талантливых детей и в какой-то мере их уничтожать. Не путем голодных игр, да? Как вот в известном... Откуда такой негатив-то вообще? Чего? Почему надо что-то уничтожать? Расскажу. В каком смысле уничтожать? Ну, как-то связывать и ликвидировать. Отнимать у них шансы на будущее. Надо их как-то занимать какую-то такую деятельность, куда они в реальную практику не могут сделать. Поставить им карьерные припоны всевозможные. То есть не в форме голодных игр, чтобы брать и просто уничтожать. Ну, а математикой кто заниматься будет? А зачем тебе заниматься математикой? Ну, кто-то же должен развивать. Да никто не должен тебя развивать. То есть все математиков, которых есть, ты все равно их не в состоянии удержать более-менее талантливых детей. Зачем выкладывать деньги в развитие американской экономики? Ну, значит, надо придумать так, чтобы они оставались... А зачем? То есть, зачем они нужны вообще? Ну, ради чего они нужны? Ну, понимаешь, кто-то не вкладывает фундаментальную науку, то у этого нету перспективы будущего. Прошу прощения. Ну, ладно. Ну, здесь мы подходим к очень интересной теме. Опять возвращаемся к теме потлача. Помним, да, что такое потлач? Потлач – это такая вещь, когда индейцы североамериканские собирались на праздник вместе и занимались уничтожением своей прибавочной стоимости. То есть, часть вещей своих дарили, золотки разбивали, и это считалось большим праздником. Шкуру уничтожали, сжигали, ножи ломали, и всякую снасть, и становились совершенно нищим. Зачем это нужно? Мы разбирали большое количество философских оснований потлача, но за этим скрывается одна очень простая вещь, что любое общество должно воспроизводить само себя, то есть, возродить свои социальные отношения. Это означает, смысл состоит у человека, у которого есть золотой батон, у которого есть яхта и что-либо еще. Он общается с другим человеком с позиции силы, он господин, а тот ползет перед ним на коленях. У одного есть желтые штаны, у второго нет желтых штанов. Но что здесь происходит? Если общество все время работает и вырабатывает большое количество прибавительного продукта, в конце концов у этого человека он сможет накормить свою семью, возделать свой участок, он может начать... сможет купить яхту. Яхту не знаю, как говорить, купить собственный дом. Он же не будет ползать на коленях перед своим господином. В этом смысле становится ему равным. Да, в каком-то смысле. Он не становится ему равным, а у того, у того издержки сильно возрастают насчет того, чтобы заставить кого-то ползать перед собой на коленях. Это будет ему стоить гораздо дороже. Поэтому, если общество хочет стабильности, оно должно уничтожать избытки прибавочного продукта. Вот обратите внимание, у нас в обществе так и происходит. Мы же понимаем, что Челси, который Абрамович сложил в миллиард долларов, и его там пять или шесть яхт, а также все остальные яхты, всякие золотые батоны бывшего президента, даже действующего президента Украины, это такая современная форма потлоча. То есть, у большого количества людей выбирает социальный продукт, чтобы сохранить некую социальную стабильность. Да? Ну, это, к сожалению, привело, видишь, как раз к нестабильности. Да нет, к стабильности. Почему на Украине это? Если была стабильность, то... Ну, там переборщили, переборщили с этим, да. Слишком много. Переборщили. Но еще очень важно отмечать, что точно такую же ситуацию есть и в интеллектуальной сфере. Мы понимаем, что каждый стонатливый молодой человек в современной экономике является бомбой замедленного действия под существующий социальный строй. А почему? Да потому что сегодня-завтра не удастся остановить тронгрессию капитала через границы. И это означает, что даже живя в России какой-нибудь талантливый мальчик сможет привлечь финансирование для каких-нибудь своих проектов. А если их соберется пять или шесть в группу? Или если они что-то еще сдадут? Это что означает? Что социальному миру в нашей стране и социальному порядку, который сложился, будет нанесен непоправимый урон. Но ведь в самом деле, если я взялся уже за Абрамовича, человек не дает даже интервью. Почему? Да потому что он двух слов не может связать между собой. Да? Но зато я далеко не говорю, что он какими-то не обладает какими-то своими свойствами. Он обладает. Про него, например, Березовский говорил, что он гений общения. Действительно, про Абрамовича. Любой человек, действительно, как и говорят, который с ним столкнулся, необычным образом к нему располагается всяческое. И даже я вполне допускаю, что у него тут же возникает желание дать Абрамовичу денег. То есть бывают такие люди. Это вот. Это такая. Ну, по крайней мере, новые технологии, то есть новые структуры, они занимаются тем, что так называемые подрывные технологии, что подрывают старый порядок. Ну, вот представьте себе, возгруппнет у нас какой-то новый источник энергии. Ну, кому нужна будет все наши нефтяные и все остальные бароны? У нас бюджет рухнет, потому что он финансируется исключительно из нефтяных в основном источников. Вот сколько нам бед уже принесла эта несчастная станция нефть. Ее можно сколько оторгать, про нее критиковать, говорить, что это глупость, что они скоро разорятся, что это фейк, что это что-либо еще совершенно непотребное, что она экологически вредна. Но, тем не менее, Америка в настоящий момент обеспечивает себя полностью по нефти и газу. И мы имеем на нашем рынке, на европейском, катастрофические последствия для Газпрома и для всех остальных российских компаний. А представь себе, это будет не какая-нибудь несчастная станция унити, а что-то иное. Поэтому, если мы хотим сохранять социальный мир в обществе, пребывать в дальнейшем в нашем замечательной стабильности, то нам надо разработать такую технологию, которая позволяет на каком-то простом тесте из общей массы выделять талантливых детей и каких-то образом их нейтрализовать. Так это, по-моему, что у нас строительство интернатов физико-математических тогда было задумано именно с этой целью выявить талантливых детей. Да, и утилизировать их. И утилизировать, да. Значит, еще в Советском Союзе об этом думали. Да, это было общее, я постоянно настаиваю. Кто работает-то будет на этих полигархов, если все будут? А зачем? Ты можешь, тебе же не нужно большое, тебе образование очень дорогое. Ты, тех людей, которые тебе нужно, ты можешь купить на внешнем рынке. Ну, за границей. Вот сейчас, например, только что сделали такую вещь, что можно командирами экипажей пилотов лайнеров работать иностранцы. Вот сейчас их будут покупать. Постепенно странных ничего не останется. Да почему не останется? Все, да не, А быдлое население, которое неграмотное, оно будет приветствовать любую власть. Ну, так и хорошо, его будет в обществе, социальный мир. Я, Вова, по поводу всяких вот этих физмашков, всякого прочего, это так оно и было. Общество, на самом деле, если мы возьмем научно-технический прогресс в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов, то он был стремителен. То есть, в 71-м году у нас марсоход российский шагал по Марсу и так далее. И оно было, росло бешеными темпами. Но революция 68-го года поставила перед тогдашними мировыми элитами целый ряд страшных вопросов. Стало понятно, что если мы в дальнейшем будем так же, научно-технический прогресс будет так продолжаться, то они будут сметены как таковые. Ведь в чем особенность революции 68-го года французский? Не в том, что в любом обществе... Французская, да? Ну, в основном, да, Парижская. Ну, пражская она же. Пражская весна, Парижская весна. Ее поддержал весь мир, но главное было в Париже. Почему она была так удивительной, такая она была странная? Потому что, да, это тоже. Потому что во всем мире незаконно находятся два класса. Правящие и уголовные. Время революции они меняются местами. В чем, по сути, нет разницы. Это я почти цитирую Волошину уже. Да? Там студенты не претендовали вот эти на власть. Это было очень интересно. То есть, их вожаки не претендовали на власть. Они сами не претендовали. Это была революция принципиально другого типа. Она была первым образом... Ее движущие силы были не рабочие, не крестьяне, не кто-либо еще. Ее движущие силы был когнитариат, то есть студенты в основном. Поэтому последствия были ужасающие. Что там было связано с ЛСД, я не знаю. Но любую революцию, мы совершенно правильно об этом замечаем, делает не революция, любую революцию делает контрреволюция. То есть, реакция на это. И по всей видимости, на тот элиты, которые были сплоченные на Западе, и, потому что к ним советские, был взят принципиальный курс на замедление научно-технического прогресса. Я вполне допускаю, что по целому ряду направлений он был специально остановлен. Но по некоторым не удалось, например, пока. Даже не пытались. То есть, например, компьютерные технологии, они бурно развивались, а все остальное как бы так встало. Как же тогда такое развитие, скажем, в той же Америке, подъем технический? Так вот и нету никакого. Они же все-таки компьютеры придумали. Ну вот только в компьютерной технике и биотехнологии. И если ты сравнишь с тем прогрессом, который был... Тот же самый космос, извини меня, запустили, они запустили, сколько они запустили научных станций, которые уже за пределами Солнечной системы. Это же было очень давно. Ну, так это все... Хаббл, сейчас марсоходы, которые по Марсу ходят, это все западные? Да, но еще раз повторяю, что советский марсоход ходил по Марсу в 71-м году. И сейчас они отправляют новые марсоходы, которые ходят. Разве это не земледеление процесса? Ну, они ходят, потому что они на качественно новом уровне. Не на качественно новом уровне. Самое главное его туда доставить. А что там, сколько-то датчиков вон им есть, это уже не так важно. Никакого... реально просто с 68-го года, вот уже практически 50 лет, научно-технический прогресс идет не теми темпами, которые были тогда. И развитие идет не теми темпами. Я полагаю, что именно на тот момент была сделана эта ставка мировыми элитами, хотя, ну, поддержана и обществом на замедление научно-технического прогресса. И самое главное, студенческая революция показала, что обществу не нужно такого количества образованных людей, которые потом будут претендовать не на то, что свой кусок хлеба, а будут претендовать на власть. Это вот так. Только были несколько направлений были остановлены. Я так понимаю, что это недавно было подтверждено как раз заявлением нашего президента о том, что нам не нужно такая куча инженеров, нам нужны люди, которые будут лопатами работать. Ну, я не знаю. Я такое говорил он, да? Путин же сказал, что там нам не нужно столько образованных людей, юристов, экономистов и тогда людей, которые, так сказать, думают. Ну, я не знаю. Как раз я полагаю, что рассвет юристов и экономистов это как раз паразитарная функция некая общества. То есть, юристы занимаются, на мой взгляд, в сегодняшний момент исключительно паразитарной деятельностью. Не важно, какой деятельностью они занимаются, важно то, что... Их действительно не нужно. что для этого нужно напрягать мозг. Да нет. А для того, что бьет лопатой, мозг напрягать мозг. Да нет. И математика не нужна. При российских реалиях никаким юристам никакой мозг не надо на это делать. Все делается на уровне связи и административных протоколов. Это вот. И я считаю по поводу юристов, что это чисто паразитарная структура. Что у тебя какой-то возникает проблема и тебя три юриста разводят. Прокурор, адвокат и судья. И они работают как дружная, слаженная команда. Не проводят, как говорят, обезжиривание твое. Это делают очень талантливо. При том, как... А если вот Абрамович является гением общения, да, то здесь тоже гении разводки, потому что они реально умеют при помощи государственного организма этого механизма развести тебя таким образом, что, блин, что ты еще и должен останешься и будешь счастлив. А как говорил Цицерон, высшая форма безвластия, это является, по-моему, постоянное употребление законов. Не, но если подумать на международную оленю, ведь вся шесть в классе это влазит на датаня. Да, да. Будет какой-нибудь закон... Да, ситуация избесившегося права полностью. Я привожу этот пример постоянно, что, по-моему, то ли в 2 миллиарда, я уже забыл, или 500 миллионов фунтов обошлось юридическое сопровождение перестройки работы государственного лондонского метрополитена на структуру частного государственной компании. Вот. Это, ну, человек называет, это дважды, говорит, можно, скорее, на 2 миллиарда фунтов. Это дважды можно было закупить, обновить подвижной состав на всех линиях метрополитена. Вот так человек говорит. Желаю, если Бог встречался я когда-то. С английским. Это ситуация избесившегося права. То есть, это вот структура некой такой паразитарной функции, которая все время плодит законы, плодит запреты, плодит людей, которые должны заниматься преодолением этих запретов, согласования документации, чего-либо еще. Это непроявленная эта вещь. С точки зрения социального мира это очень хорошо. То есть, мы это сделали. Нам надо решить ту вот сейчас фундаментальную проблему, что благодаря интернету талантливые люди могут убежать из опеки, из-под опеки. Вот в этой. То есть, их дело утилизации. И чем они будут заниматься, если они не будут заниматься, если не будут централизованы преподаваться математика и физика, в частном порядке она не будет, не смогут люди больших успехов в этих дисциплинах. Не смогут, конечно, но нам надо обязательно им преподавать математику и физику, но не для того, чтобы их делать, чтобы они успеха достигли, а чтобы талантливых людей выявлять и утинизировать. На самом деле здесь есть некая, по-моему, биологическая предрасположенность к тому, что при достижении определенного рода успеха биологический вид деградирует. То есть мы люди достигли определенного рода успеха приспособления к условиям земным, и теперь нам действительно может быть нужно включить механизм деградации. Ну быть может, но по крайней мере это не везде так. Потому что развитие предполагает определенного рода напряжение. Да, конечно, небольшое. И чтобы жить комфортно, надо вот те, которые стремятся развиваться, разведчиков, те, которые напрягают общество, как бы где-то ликвидируют. И тогда получится, мы попадем в некую роду стасис, в некую роду состояние комфорта, в котором можем находиться какое-то долгое, продолжительное время. Да, конечно. Катастрофа как не наступит. Ну да, она не наступит. Она не наступит, и вот можно комфортно пребывать. Да, да. А еще сейчас как бы подойдут может быть какие-нибудь новые открытые, связанные с продлением жизни в какое-то там неопределенное продолжительное время. И все, и можно было спокойно как бы человечеству замереть. Да, да, да. Но для этого надо обязательно проводить политику, персетинские слова, низкой профессиональности, которую проводили в Западной Европе. То есть постоянно надо вычинять талантливых людей каким-то образом их этих... Но это противоречит гуманизму, получается, это антигуманизм никакого рода. Потому что гуманизм как раз наоборот считал, что надо вот этих лучших, достойных как бы двигать дальше. Еще даже, если даже вспомнить нитши, которого на самом деле клеймят, он ведь на самом деле что хотел? Он хотел Евгенику включить и опять как бы возобновить это. Да, да, да. Это у Арнольда, прошу прощения за прерывание. Пример был такой. Нет, не Арнольда, у кого-то другого. Во Франции российский ребенок вызывают родителей в школу и спрашивают, что такое. Понимаете, говорит, ваш ребенок очень хорошо знает математику и постоянно поднимает руки на уроках. Он не должен так делать, его спрашивают, а почему? Ну ты же знаешь хорошо. А потому что он фрустрирует всех остальных детей. Фрустрирует. То есть он не имеет не имеет права с их точки зрения их фрустрирует, он привлекает им комплекс неполноценности. Вот. Это тоже очень важно. Но для нас вот эти именно поэтому физмат-школы сейчас очень важны. Они важны не в том, чтобы талантливые дети фрустрируют остальные детей, а их надо как-то талантливых детей из общества изымать. Изымать. Никуда. Ну как-то что-то с ними делать там такое. Либо ставить какие-то нерешаемые задачи дурацкие какие-нибудь там еще чего-то. Там тоже чистой математикой попытаться. Надо объединить. Сколково. Да. Закрыть. Закрыть их. Я тоже помню. И они там сами между собой. Я понимаю, что вы занимаетесь так сказать троллингом. То есть как бы все это все вот эти такие рассуждения они возможны только потому, что в нашей стране на самом деле по факту это осуществляется. Да, осуществляется. Но если вдуматься с разумной точки зрения наверное было бы лучше если бы было бы наоборот. Или нет? Да нет. А почему лучше? Или вы серьезно считаете что как бы система деградации образования интеллектуальным подлощем? Это вот то же самое что предыдули в предыдущий раз. Когда ты поедаешь амортизационную ренту. Сейчас общество поедает интеллектуальную амортизационную ренту. Представляете, да? По многим направлениям например я знаю специалисты по аналоговым микропроцессорам им сейчас всем ну там 60 лет 60-70 еще 10-15 лет у нас специалистов по аналогам микропроцессоров не будет. Это что специалисты? Уже нормального токаря хорошего специалиста или фрезеровщика уже на самом деле не найти. Это какие-то старички какие-то отдельные экземпляры каких-то там людей уже при такого хорошего возраста которых уже просто днем с объемами найти. Что говорит-то уже о каких-то других кадрах? Вон к нам приходил на шеферу приходил человек и у него есть государственный заказ причем заказ на миллионы не миллиарды если у них получится сделать этот первичный заказ только у него один человек специалист на огромное предприятие все остальные это просто подсобные рабочие один специалист и если этот специалист справится с заданием то все тогда все у них пойдет все они озолотятся но он один понимаешь они просто над ним не знают ну надо купить специалист на внешнем рынке в том же Китае или где-нибудь еще во Вьетнаме почему я говорю что сейчас элиты вот последние 5-6 засуетились а потому что стало понятно что страны старого капитализма включая Россию начинают проигрывать соревнования странам молодым пока что это компенсируется тем что США закупает тоже талантливых людей по всему миру привозит к себе то есть мы должны своих талантливых людей замочить чтобы они не уехали в Америку не подняли Америку да в том числе в том числе я серьезно говорю у нас не имеет смысла сейчас повышать уровень образования в стране ну представь себе если мы его он будет математике хорошо знать и поэтому он будет знать английский язык это же катастрофа это означает что мы подарим деньги которые вложили в него его преподавали не похоже это в ситуации как бы собака на сене ни себе ни людям ну и что за то мы не усиливаем Америку не усиливаем Америку зато мы это же не сама цель в каком-то смысле если ты сейчас посмотришь средство информации то это самоцель но это может быть самоцель но в каком-то смысле все человечество это единый организм Пускай мы разделены по идеологическим соображениям, но если Америку поднимается, то и мы поднимаемся косвенно. Саша Север же поет, хочу, чтобы в мире жили только русские. Это понятно. Смотрите, придумали, усовершенствовали компьютеры на Западе. Мы их потребляем и что-то делаем. Правильно, но это и нас поднимает, соответственно. Мы получаем часть прибавочного продукта, не в смысле денег, а в смысле возможностей. Количество геймеров где больше всего, не в России? Наши возможности увеличились. Вот, например, в этом. Да, наши возможности. Но они нужны. Вот, например, кубинцы замечательно живут без интернета. У них только есть электронная почта и все. По сотовому телефону. Или, например, корейцы. Я понимаю, что ты предлагаешь какое-то второе средневековье. Да, эти же тоже живут. Мы же тоже собираемся. Твиттер, сайты, большое количество. Я понимаю, что ты призываешь. А давайте, ребята, вернемся в древность куда-нибудь податься. Затрудняем сейчас функционирование. А ты не беспокоишься о том, что таких, как ты, будут просто вылавливать? Сначала замочат школы, потом ведут какой-нибудь предмет темный, темных наук. Потом начнут, смотри, ребята, а вот старые кадры остались. Они что-то типа знают. Умные, да. По-моему, они не должны этого знать. Это да, это и есть такая опасность. Это от противного. Мы умрем, но зато и Америку за собой вытянем. Да. И наступят те времена, или, скажем, те ситуации, которые описываются в романах Стругацких. Трудно быть Богом? Да, трудно быть Богом. Вот эти вот странные планеты, странные режимы, где там это знание, как бы, это чуть ли не преступление. Не, ну можно, но вот такая штука же, она... Зато у тебя будет социальный мир и справедливость. Еще раз говорю, что социальный мир и справедливость не будет, если люди будут глупые и необразованные, и будет трудно объяснить, что в этом состоит справедливость. Ты, вот обрати внимание, вот у нас сейчас общество, оно и нету запроса на будущее, на развитие. Так справедливость как раз на вот будет. Ты просто объясни, у тебя есть колбаса, и у него есть колбаса, и будь доволен. Мне очень-очень нравится этот пример по поводу современных школьников, да, что они готовы все сделать за какой-то там диплом, за какое-то звание, но не готовы приобретать настоящее звание. Потому что они на самом деле приспосабливаются. Это естественный механизм. Да, как у нас получается с этим, с ослом, у которого слева у него сток золота, а справа сток сена. Осел всегда выбирает сено. Не глупый выбор-то. Да, правильный выбор. И у школьники так же правильно. Правильно, они приспосабливаются к середе, в которой живут. Да, еще хочу обратить, что особенно последний год, вот ЕГЭ был какой-то, или что-либо еще, списывание носит фундаментальный характер. Сейчас возникает еще та самая ситуация, когда школьник, которому не ставят оценку за какие-нибудь вообще, за сутствие знания, он говорит, я же медалист, я же там на пятерку чего-то иду, еще чего-то там я делаю. Вот, поставь мне, пожалуйста. Ну ты же списал. Ну и что, типа, потому что все равно поставьте язык. Они полагают, что школьное образование это списывание. А человек, учитель, все равно ему зарплату платят за то, что он проверяет то, что он списывает. То есть он серживается. Правильно ли он списал? Не то, что он правильно списал, а просто он выполняет вот таким образом, тоже какую-то некоторую дежурную вещь. И сейчас появилось полное поколение, особенно в последней игре это показал, выиграли именно те, кто списал. И вот у меня по племяннику по его группе, это было очень нехорошо видно, что там было несколько человек, то есть человек пять. Они были вообще нули, вообще. Ну вот, ну как, ну, на Западе эти дауны, то есть люди с тяжелым генетическим расстройством, обладают больше интеллектуальными способностями, чем эти поступившие на бюджетные отделения. Я все-таки вот настаиваю, как бы это не только мои мысли, а что на самом деле современному обществу требуется, не только современному обществу, а вообще человечеству как целое, как вот некого рода развитой популяции, требуется некоторого рода система, это возврата как бы системы деградации. Да. Почему? Потому что вот есть исследования, это объемы мозга человека, которые проведены с использованием, ну, брали черепа древних людей, и брали черепа, там, каких-нибудь там, недалеко от нас, вот, живших людей, и наши черепа. Да, он слышит, что все меньше. В среднем он все уменьшается, все уменьшается. Объем мозга, от объема мозга очень сильно зависит интеллектуальная способность. Не зависит. Зависит. Ну, это как бы не мои исследования. Это вот Савельев у нас такую вещь рассказывает. Да, да, да. Так я ему постоянно говорю, если бы у него были бы собаки, он бы отлично знал, что маленькая собака нисколько не глупее большой. Дело не в этом, как бы не глупее в каких-то вещах. Во всех? Нет. Вот именно то, что связано с высшyear дневной деятельностью, там, математические какие-то... Не знаю я как-то с математической, но соу маленькая собака не глупее большой. Это факт. Не, не глупее. И человек с маленьким мозгом не глупее. Не глупее. На многих ситуациях. И женщина с более маленьким мозгом совершенно не глупее. Да, но ты не забывай, есть скорость реакции есть. И чего? Во-вторых, как бы есть, как бы способности, которые требуют определенного способностей, которые требуются, допустим, для математических, для научной деятельности вообще. и тем не менее нету никакой объема мозга не связано никак ну ладно может быть не связано я просто подумал что это поуместно к нашему разговору что вот деградация может быть еще с этим связано что по по сути просто мы потеряли мы бы потеряли опять же на каком-то семинаре это уже обсуждали мы потеряли эти границы да когда когда наша когда нам требовалось для то что нам выжить нам вот требовалось постоянно как бы расширять наши горизонты да как бы перешли не к удачу для все возможные мы когда мы перешли не к гране теперь мы как была такая популяция в которую нету как бы противосил дала нас ничего как бы не ограничит как в устремлены как шире был там и вот чтобы ограничить теперь самих себя возможно включить механизм деградации тоже деградация этот способ каким наш популяцию у себя ограничен да может быть да потому что это очень разумно если в населении у тебя будет постоянно возрастать, то это очень плохо. И этот механизм включать не только, что отдельный, каждый человек деградирует, а что механизмы, как ты говоришь, развития выключаются, механизмы все вот это вот, то, что раньше считалось, развивало человечество и двигало вперед, теперь как бы естественным путем. Безотносительно как бы отдельных интересов, отдельных групп, лиц там, или там отдельных там какие-то корпорации, а именно включается естественный механизм ограничения возможности этой популяции, она сама себя как бы сжимает, сама себя накладывает границы. Особенно не очень понятно, почему она на пространстве бывшего СССР вот так сильно себя сжимает, а на остальных во всех других растет. Я тут с интересом рассматривал результаты математических олимпиад по международных. И там одним из призеров было не поверить, сборной Северной Кореи в какой-то из году. То есть Россия... Это и когда Советский Союз был в нашей сборной, тоже, по-моему, выступали хорошо. Да, и сейчас наши неплохо выступают еще в сборной. Ну там четвертое, шестое, третье место вот так. Нет. Помнится, как достаточно давно, когда Дима Билан победил на Евровидении, в этот год наша сборная по математике выиграла... первое место заняла. Надо просто понять, в чем состоит феноменальность. Сейчас будет в Москве проходить этот самый олимпиаду по химии. Ну, в общем, походить. Диски мы перенесли в Москву. Посмотрим. Я еще раз говорю, для того, чтобы как бы делать выводы те или другие, в ту или другую сторону, сначала надо было действительно знать, в чем состоят факты. Ты сначала вы излагаешь факты, говоришь о том, что идет повсеместно как бы оглубление населения, которую запустили в какой-то там 68-м, как он, 70-е годах запустил, а теперь как бы вы сказали, что на самом деле вроде не все так плохо. Как бы одно другому противоречит. Факт как-то состоит. И все-таки запустили они этот механизм остановки прогресса или нет? Запустили. Но этот механизм остановки прогресса действовал в странах золотого миллиарда. А так получилось, что в последнее время другие страны сделали катастрофический, я бы сказал, скачок вперед. И на сегодняшний день они конкурируют конкурируют уже с нами. Вот у меня есть знакомая женщина, она профессора в Ахаринской медицинской академии в Вашингтон-Институте. И у них в группу приезжают студенты из Индии. Индийские математики вообще? Не математики, просто студенты. Ну я имею в виду, что... Это и учиться. Они не знают языка русского, но она там на английском им читает, что-либо еще. И ее тезис стоит, что любой индус гораздо сильнее, во много, чем их местное население автохтомное. Притом они уровня-то... К ним, к нам-то приезжают худшие индусы. Потому что лучшие едут в университеты Европы и Америки. То есть худшие индусы приезжают к нам, там, в Архангельск, учиться медицине и чему-либо еще. И они гораздо лучше. То есть еще однозначно как-то эффективно. Да. Вот сейчас проблема состоит в том, что элиты нынешние, это последнее время, эта ситуация, она стала, наверное, лет 5, может, 10 изменилась радикально. То, что они начали, мировые элиты, стали понимать, что если они по-прежнему будут сдерживать прогресс, то они проиграют в концентрации с новыми странами. С Вьетнамом, Индией, Китаем и всем прочим. А почему я так сужу? Потому что последние 10 лет был запущен, по-моему, замечательный проект Соединенных Штатов Америки. Это так называемый интеллектуальный сериал. Да? Сейчас появились реально интеллектуальные сериалы в Америке, которые составляют громадное количество общества. Ну, те же, Доктор Хаос, допустим, Ганнибал, или, например, Игры престолов. Это высокого уровня. Если вы включите телевизор, вы видите, какие у нас в стране сериалы являются массовыми, то вы поймете, что такое ощущение, что мы отстали навсегда. Я еще раз повторяю, что Игры престолов, которые у нас с когнитариат, то есть эти, кряклы, так называемые, ненавистные общества смотрят преимущества, являются в Америке массовым сериалом. Так это хорошо или плохо? Это означает, что они осознали проблему тоже и решили опять участвовать в гонке. То есть они решили развивать? Они решили развивать, да. На потенциал своих граждан? Да, они решили развивать, да. Ну, и еще, если это может добавить, что многие производства, которые раньше были в Китай, перенесены, возвращаются. Да, да, это тоже. Они решили развивать. То есть вот они над этим вопросом задумались и появление вот этих интеллектуального сериала или чего-то еще. То есть они вот от этой парадигмы, похожая, которая у них сформировала в 60-х, 70-х, они начинают от нее отказываться. Вот. Ну, интересно, что при этом Россия от этой парадигмы не собирается отказываться. То есть как бы этот пункт современной элиты, что только бы не расплескать, что нам нужен социальный мир, все за... Важнее, чем развитие? Что-либо еще, потому что на наш век России хватит. Самое главное, они правы, действительно, на их век России хватит. Вот это бесспорно. А дети их учатся за границей? За границей, за границей. А нынешних... Для них Россия не представляется. Да, а нынешних детишек, их талантки надо как раз изымать из этой среды, чтобы они вот их детям потом не оказали никакого-то рода конкуренции. И вот этого успешно решается проблема. Еще раз говорю, что наше физмат-образование или какое-либо еще, считавшуюся таким хорошим в мире, значительной части... Значительной части была утилизационным проектом. Вот мы же вспомним вот Бронзу, да, Александра Сергеевича. Он учился в одном классе со всей сборной страны по математике того времени. То есть это год 67-й, 68-й, да? На тот момент. И жизнь всех вот этих вундеркиндов не сложилась никак. То есть его лучший друг погиб в 31 год, что-то еще там такое. Они оказались невостребованными. Да, они оказались невостребованными, безусловно. В нашем обществе. Да. И у нас это принципиальная вещь. Я тоже интернатские времена вспоминаю, а нельзя ли было детишек хотя бы чуть-чуть получше кормить, вот вопрос. Или чуть-чуть получше бытовые условия сделать? Ну, на самом деле, у нас в интернате и кормление, и бытовые условия были достаточно нормальные. Единственное, что у нас, конечно... Это тот человек говорит, который ничего лучшее, кроме алюминиевой ложки, не видел. Ну, нам в детстве этого особо не нужно было. Это не нужно. На самом деле, как я считаю, как я считаю, нас на самом деле учили достаточно плохо. Да, учили плохо, да. Вот если бы они подняли уровень нашего образования, это да. Нет, но я тебе... А бытовые условия еда не являлись принципиальным. Я вот не помню, чтобы мне что-то было плохо, и что-то мне не хватало. Но вот с высоты, так сказать, уже своего возраста и опыта, я могу сказать, что образование у нас в интернате было плохое. Ну, быть может... Хотя, конечно, оно было на порядок, на несколько порядков лучше вышить, вышить, так сказать, чем в обычной школе, но тем не менее, те задачи, которые ставились перед интернатом, они не были выполнены. В итоге, те, кто закончил интернат, по большому счету, у нас в науке никого не осталось в результате. Ну, у нас в стране вообще не было... То есть, мы так же оказались... Нет, я поговорю не про то, что детишкам было хорошо, детишкам было нормально, детишкам было нормально. Но я просто... Вот эта позиция, она же, эта позиция не детишкам, детишкам всегда нормально. Там весело, так далее, так далее. Ну, вот эта позиция вот такого, как бы, убогого внешнего существования, то есть, с этим скормлением, с необходимостью искать себе хлеб, там, в этих бачках, там, еще чего-то, всяким вот этим вещам. Она выдавала некую принципиальную установку, что ты с детства за серию очкастая должен знать свое место. С детства знать свое место. Ты подходишь к тому, к той мысли, что, несмотря на то, что вы особенные, тем не менее, вы, так сказать, никто. Да. Да. Вот так оно и было, да. Именно вы никто. Вот Голковский говорит по поводу приватизации 90-х годов, что была некая установка с самого начала, что предприятия могут получать все, кто угодно, исключение у русских с высшим образованием. Как реализовывалось? Ну, каким-то образом реализовывалось. Себой мог купить этих акций. Только единственное, действительно, потому что у людей не было ни знаний, ни опыта, ни понимания того, что происходит в стране. Поэтому, по большому счету, тем не менее, завладели, не пледили, как раз те, кто обладал знаниями, ни опыта. Нет, нет. Ну, вот, в общем-то, не могли их получить русские с высшим образованием. Либо ты не русский с высшим образованием, либо ты русский без высшего. Вот такова ситуация. Что, все, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова